Аниконов привез свои новые работы на фестиваль «Театр без границ», который открылся в начале октября в Магнитогорске. Здесь, в фойе театра драмы имени Пушкина, и состоялся вернисаж, а открыл выставку главный художник театра драмы Вячеслав Виданов. Главный художник театра, художник, представляет картины другого художника. Что он при этом испытывает? Ну, в данном случае только приятное, потому что я открываю в стенах этого театра только выставки своих друзей или художников, которые мне нравятся, которых я люблю. Эта выставка состоялась в Магнитогорске только потому, что в городе живут друзья Аниконова. Это они во многом способствовали тому, что на Международном кинофестивале «Хрустальная слеза» звезды мирового кино, в их числе Ани Жирардо, приобрели работы Аниконова в своей коллекции. Московская художественная элита, которая рукоплескала Аниконову на вернисаже на Крымском валу, также результат конкретной помощи друга детства Эдика Валерия Горанькова. Я знаю, скольких трудов стоило вам организовать вернисаж в Центральном доме художников в Москве. И вот вновь эта выставка, но уже в Магнитогорске. Зачем это все делается? Дело в том, что творчество Эдуарда, я уже говорил в предыдущих интервью, интересует меня очень давно. И, так скажем, мое субъективное мнение, может быть, оно довольно-таки талантливый художник, причем художник, который родился в городе Магнитогорске. И мне хотелось бы, чтобы его работы, которые в основном выставлялись в выставочных залах Москвы и Петербурга, появлялись как можно чаще в городе Магнитогорске. Вот эта вторая выставка, в общем-то, и организуется с той целью, чтобы познакомить его с его новыми работами, которые он выполнил буквально за прошедшее лето, Василий Сергеевич, ну вот поводом, толчком для такого вот опеки над мастером, видимо, послужила детская дружба. Вы вместе ходили в одну и ту же детскую художественную школу, я так слышал. Да, это правда, но вот слово опека, мне немножко как-то, я не знаю, это может быть не опека. Это интерес, наверное, интерес к его творчеству и желание, чтобы этот человек прогрессировал. Ну вот недавно буквально решился вопрос по его творческой мастерской в городе Магнитогорске. Эдуард, в жизни Магнитогорска случилось два события в мире искусства. Первое из них это открытие выставки во время театрального фестиваля. Сначала об этом. Что тебя заставило пойти на этот шаг? Традиция. Потому что ужина, это входит как в традицию, делать выставки во время фестиваля здесь в городе. И второе событие это сам факт существования мастерской Эдварда Аниконова в городе Магнитогорске. Где? Да, это одна из хороших, даже радостных для меня. То, что это первая моя мастерская, это вообще первый мой уголок такой свой как бы. Ну а как же Сходня, как Москва, Петербург? Это все остается. Потому что я не думаю, что здесь я буду работать, а там выставляться. Это, наверное, знамение времени. В город возвращается художник, уже вкусивший сладкие плоды известности и славы далеко за пределами Магнитогорска. И делает это не по инициативе городских властей от культуры, а по воле и желанию людей, любящих искусство искренне и беззаветно. Мы приобрели в его лице замечательного мастера, который еще, собственно, не стал мастером, там он еще учится, но вот по почерку, по настроению, по духу он такой оптимист, что меня это во всяком случае страшно заражает. Я не знаю, сумею ли я что-нибудь приобрести из его работ. Думаю, что это достаточно дорого, но это стоит того. — Вы обратили внимание, что акцент сделан на восточных женщин. Вы любите восточных женщин? — Ну, вы знаете как, вообще же все мы же пошли с Востока, Адам с Евой, и вообще-то все оттуда, вот с Ближнего Востока, который теперь для нас дальний. Но я думаю, что восточная красота, а сколько сейчас в России со следами вот этих миндалевидных глаз, с очаровательным сочетанием черного цвета волос и голубых глаз. Я думаю, что Восток во всех нас вложил кое-что, правда? Я могу вас показать, зрители, это тоже не так далеко. Так что, видимо, он просто чувствует истоки человеческого рода.